Музыка Такой стиль жизни продается. Теперь пляжи и океанское побережье Португалии за определенную цену может получить каждый. Заплатите полмиллиона евро за место под солнцем и вы получите право здесь жить. Стоимость этой квартиры приблизительно 900 тысяч евро. Это около 7 тысяч евро за квадратный метр. Нуно занимается продажей недвижимости иностранцам уже два года, с тех пор, как появилась программа «Золотая виза». Она дает право работать в Португалии и свободно путешествовать по большинству стран ЕС. По истечении шести лет обладатели такой визы могут подать заявление на гражданство. Наибольший интерес к этому проявляют китайцы. Их привлекает многое. Прежде всего, здесь хорошо жить. Здесь свежий воздух. Они могут отправлять своих детей учиться не только в португальские школы, но и в школы в других европейских странах. На данный момент португальское правительство предоставило более 700 таких виз. Это дало пострадавшей от кризиса экономики страны более 400 миллионов евро. Однако не все этим довольны. Все эти инвестиции относятся к рынку недвижимости. Тем самым цены на дома в центре Лиссабона или у пляжа растут. На рынке недвижимости происходят спекуляции, и я уверена, что это результат финансового кризиса. Дела Нуна идут хорошо. Он обслуживает в год около 140 желающих получить золотую визу. Но, по его словам, это идет на пользу не только ему. Следует учитывать, что организации, продающие собственность, восстанавливают Лиссабон, дают новые рабочие места в сфере строительства, а также обеспечивают работой водителей, которые перевозят клиентов. Экономика полностью меняется. Так что благ для населения действительно стало больше. Правда, не настолько, как было обещано. Золотые визы также могут получить те, кто открывает бизнес, дающий более 10 рабочих мест. Но этот вариант не стал популярным. «Месяц два назад пришли новости о том, что в рамках программы «Золотая виза» открылось первое рабочее место, что очень мало». Несмотря на критику, продажа хорошей жизни – популярный способ заработать деньги. Испания, Кипр и Греция, сильно пострадавшие от финансового кризиса, также прибегают к подобным схемам. Выгоды от краткосрочной прибыли перевешивают опасения, что в будущем мыльный пузырь на рынке недвижимости может лопнуть. Эндрю Фармер, РТ, Лиссабон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...